О том, что нужно удаляться от зрелищ, что посетители их увлекаются в грех прелюбодеяния и что они бывают причиной несогласия и вражды и об Аврааме. Сегодня, я думаю, отсутствуют многие из тех, которые вчера оставили нас и устремились на беззаконные зрелища. Я хотел бы знать их точно, чтобы изгнать их из-под кровли храма. Не для того, конечно, чтобы они навсегда оставались вне его, но чтобы по исправлению возвратились сюда. Так и отцы нередко изгоняют своих провинившихся детей из своего дома и отлучают их от своей трапезы. Не с тем, чтобы навсегда они лишались этого, но чтобы, сделавшись лучшими вследствие такого вразумления, они с подобающей честью и славой возвратились в отеческое наследие. Так поступают и пастухи. Овец, покрытый коростой, они разлучаются от здоровых, чтобы, когда болезнь пройдет, опять с безопасностью возвратить их к здоровым. Но чтобы пока они больны, болезнь эта не перешла от них на все стадо. Поэтому-то и мы хотели бы знать тех, впрочем, если мы не в состоянии различить их чувственными очами, то слово наше во всяком случае опознает их и, оказав воздействие на их совесть, легко убедит их добровольно удалиться отсюда. Оно внушит им, что в храме пребывает только тот, чья душа достойна возвещаемого здесь учения, тогда как тот, кто принимает участие в этом собрании, оставаясь верен своим дурным привязанностям, хотя бы телом и присутствовал здесь, извергается и удаляется отсюда гораздо дальше находящихся под отлучением и потому не имеющих возможности приступить к святой трапезе. В самом деле, те, будучи согласно божественным законам, отлучены и оставаясь вне, имеют все-таки благую надежду. И действительно, если захотят исправиться в своих прегрешениях, то при содействии церкви, от которой они отпали, могут с чистой совестью опять возвратиться. А те, которые осквернили самих себя и должны приступить к трапезе, не прежде, чем очистить себя от нечистоты греха, но по своему бесстыдству теперь же является сюда, и наносят себе более тяжкую рану. Ведь не так тяжел самый грех, как то бесстыдство, которое является после греха, и то, что человек не хочет повиноваться наставлением пастырей. Но чем, скажу так, провинились они, что их изгоняют из-под этой священной сени? Какой же еще нужен тебе грех, когда они, заявившие себя явными прелюбодеями, сряду же с бесстыдством, как бешеные псы, приступают к священной трапезе? А если хочешь знать самый способ, каким они впали в прелюбодеяние, я отвечу тебе не своими словами, но словами того, кто грядет судить всю нашу жизнь. Всякий, говорит он, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Случайно встретившийся на площади женщина в обыкновенной одежде, часто своим видом вводит в соблазн того, кто заглядится на нее. А тут люди смотрят на женщин не просто и не случайно, но с таким усердием, что и церковью пренебрегают. И удалившись туда, проводят там целые дни, не отрывая своих глаз от созерцания этих бесчестных женщин. Как же могут они сказать, что смотрели не с вожделением, когда и развращенные слова, и блудные песни, и сладкие голоса, и подведенные глаза, и притирание на щеках, и одежда особо устроенная, и вид полный очарования, и многие другие чары. Все направлено там к одной цели – обольщению и увлечению зрителей. Как не быть вожделением там, где и душевное расслабление, и великая рассеянность, где и самое место располагает к невоздержанию, и все, что слышится прежде и после, где чарует самая музыкальная мелодия, свирели, флейты и тому подобных инструментов, трогающие до глубины сердца, где души сидящих преклоняются к козням блудниц и делаются легко уловимыми, удаляясь от Христа. Ведь если нередко и здесь, где псалмы, и молитвы, и слушание божественных слов, и страх Божий, и благочестивое настроение, подобно коварному разбойнику, тайно вкрадывается вожделение, то как они, сидя в театре, ничего здравого не слыша и не видя, но предаваясь постыдной рассеянности, и со всех сторон подвергаясь нападениям, и через уши, и через глаза, как могут они остаться недоступными этой постыдной страсти? А если не могут, то как могут быть свободны от обвинений в любодеянии? Не будучи же свободны от упреков в любодеянии, как могут они без покаяния приступать к этот священный порог и становиться участниками этого священного собрания? Поэтому-то я увещеваю и умоляю их прежде очистить себя покаянием и исповедью, и всеми другими средствами от греховного настроения, создавшегося под влиянием зрелищ, и только тогда уже приступать к слушанию Слова Божия. Ведь ясно, что это у нас не случайная ошибка, как это всякий увидит и из представленных примеров. Если какой-нибудь слуга в ящике, где лежат дорогие нарядные господские одежды, положит свою рабскую одежду всю в грязи и насекомых, то скажи мне, снесешь ли ты скротостью такую дерзость? Или если кто-либо в золотой сосуд, обыкновенный постоянно вмещающий благовония, влил бы грязную и вонючую жидкость, не наказал ли бы такого неосторожного даже ударами? Что же, неужели о бьящиках, сосудах, одежде и благовониях мы будем так заботиться, а душу нашу будем считать маловажнее всего этого? И туда, куда влито духовное миро, будем воспринимать дьявольские впечатления, сатанинские наставления и песни, исполненные блуда. «Попустит? Попустит ли это? Бог, скажи мне!» Ведь, конечно, между благовонием и грязью, или между одеждами рабскими и господскими, не такая большая разница, как между духовной благодатью и этой злой силой. Ты не боишься, о человек, одними и теми же глазами смотреть на постель, которая является на сцене местом совершения мерзкого любодеяния, или на эту священную трапезу, где совершаются страшные тайны. Одним и тем же слухом внимать по стыдным словам блуда и тайноводственным наставлениям апостолов и пророков. Одним и тем сердцем воспринимать ядовитые вещества и страшную жертву. Не отсюда ли семейные неурядицы, распадения браков, раздоры и распри в домах? Ведь когда ты настроишься тамошним зрелищем и, сделавшись распущенным и невоздержным врагом всякого целомудрия, возвратишься домой и увидишь свою жену, ты смотришь на нее, в всяком случае, с большим нерасположением, какова бы она ни была. Разжегшись под влиянием возбужденной, зрелищем, страсти и подпавши обольстительному влиянию того чуждого зрелища, ты бесчестишь целомудренную и благонравную спутницу всей твоей жизни, унижаешь, осыпаешь бесчисленными оскорблениями, совершенно без всякого другого повода. Не стыдясь обнаружить страсть и показать рану, с которой пришел оттуда, ты придумываешь различные предлоги и находишь бессмысленные поводы к вражде, презирая все домашнее, поглощенной всецело страстью к той грязной и нечистой женщине, которую нанесена рана. В твоей душе еще звучит ее голос, живы ее вид, взгляд, движение и все приманки блуда. И дома ни на что не хочется смотреть. Да что говорить о жене и доме? На самую церковь ты смотришь с неудовольствием, а речи о целомудрии и скромности выслушиваешь с отвращением. Мера. Ведь они являются для тебя уже не наставлением, а обвинением. И вдаваясь мало-помалу в отчаяние, ты наконец совсем отрываешься от этих общеполезных наставлений. Поэтому всех вас я умоляю и самим избегать посещения дурных зрелищ и отвлекать от них тех, которые ими увлекаются. Все, что там совершается, не приносит пользы душе, но пагубу и наказание. Что за польза в этом приходящем удовольствии, когда из него рождается постоянное огорчение, когда уязвляемой страстью и днем и ночью ты ко всему чувствуешь раздражение и нетерпимость? В самом деле, вникни в себя. Каков ты тот день, когда бываешь в церкви, и каков тот, когда созерцаешь зрелище? Сравни оба эти дня, и тогда ты не будешь нуждаться в наших наставлениях. Сравнение этих двух дней достаточно покажет тебе размеры и того добра, какое ты получаешь здесь, и того зла, какое получаешь там. Я говорил уже об этом вашей любви, но и впредь никогда не перестану говорить об этом. Больных такого рода недугом мы будем поддерживать, а здоровых подкрепим. Слово об этом тем и другим принесет пользу. Одним, чтобы отстать, другим, чтобы не упасть. Но так как и в обличении подобных вещей нужно соблюдать меру, то покончим на этом свое увещание. Остаток беседы посвятим исполнению данного вам прежде обещания, возвратившись опять к отцу нашему Аврааму. У художников есть такое обычай, что когда они хотят написать чьё-нибудь точное изображение, то и день, и два, и три усаживают перед собой тех, с кого хотят писать, чтобы путем постоянного наблюдения удачнее схватить черты подлинника. Так как и нам предстоит теперь же вописать не отпечаток телесного образа, но красоту души и духовное благообразие, рассвет добродетелей праведника, его кротость, великодушие и все другие его добродетели, то нужно больше посвятить этому времени, чтобы путем постоянного изощрения слова достигнуть большей верности в воспроизведении его образа. Ведь если телесные образы доставляют некоторые удовольствия зрителям, то тем более изображение души. Притом тех нельзя было видеть везде, но необходимо постоянно обращаться в определенное место. А эти, где бы не захотел воспроизвести перед своим взором, ничто тебе не помешает. Запечатлев такой образ в глубине своего сердца, ты где бы ни был, постоянно можешь созерцать его, и это созерцание принесет тебе великую пользу. Как больные глазами несколько облегчает свои страдания тем, что держат перед собой губки и лоскутки тканей, окрашенной голубой краской, так и ты. Если будешь постоянно иметь перед своими глазами образ патриарха Авраама и постоянно устремлять на него свой взор, то хотя бы тысячу раз гнев или другое, что недоброе омрачало и затемняло твое духовное око, смотря на этот образец добродетели, ты получишь совершенное здравие и чистое любомудрие. Впрочем, если угодно, возвратимся к предположенной беседе. 879. Всех пророков возлюбленные превосходил особенно близостью к Богу блаженный Моисей за свое благочестью, удостойный дружеской беседы с Богом, так что говорил с ним уста к устам и лицом к лицу, а не прикровенно. Он таинственно был научен созерцанию Бога явлением огня, горевшего, но не попалявшего. Воля Божия нарекла его Богом фараоновым, и этим почетным наименованием выделила его из всех современных ему людей. Он же поставлен был грозным исполнителем насланных тогда от Бога на Египет казней и явился тогда усерднейшим слугой божественной вседействующей силы. Этот облаженный, просвещенный светом Духа Святого и издали исследовавший древние дела Вседержителя, изложив прекрасный и удивительный рассказ о сотворении мира, перешел затем к истории древних людей, отчасти добрых, отчасти злых. С одной стороны, он изобразил действительно блаженный конец первых, с другой в противоположности несчастную судьбу вторых, и это он сделал с той целью, чтобы мы из истории миротворения, научаясь догматам благочестия, и жизни предков, подчерпая уроки любви к добродетели и отвращения к злу, легко могли проводить жизнь боголюбивую и блаженную. Итак, много подвигов добродетели древних мужей описал здесь блаженный Моисей, поставляя их наглядными образцами для подражания потомкам. Так, конечно, Авель научает нас прежде употребление изобильных даров, получаемых нами от Бога, начатки их воздавать Богу, и не служить неразумной страсти, чрева более чем чести Божией. Тому, кто был древнее всякого бытия, этот блаженный Авель приносил в жертву первородных агнцев, ничего последнего, не употребляя в служении первому, но прославляя первовиновника, начатками существующего. Вслед за ним блаженный Ной является для нас учителем праведности среди всего развращенного мира, один только неуклонно следуя по пути правды и добрых дел. Юношам великий урок целомудрии преподает блаженный Иосиф. В юном теле, украшенный сединами непорочности, и в положении раба, оказавшийся господином плотских удовольствий. Но в лице этих блаженных мужей мы видим, можно сказать, образцы только отдельных, частных добродетелей. В лице же правоса Авраама увековечена память мужа, в одном себе соединившего все добродетели и ставшего для всего мира образцом для подражания во всех отношениях. Потому-то, конечно, все праведные, все святые гордятся праведным Авраамом, как своим родоначальником, и родство с ним вменяет себе в особенную честь. Верный возбуждается им к ревности по вере. Странолюбивых он руководит в странолюбии, научая не словами, а самым делом, как должно поступать. Подвижники благочестия снизкивают себе венки, подражая его мужеству. Все великодушные служат верными образами этого первообраза. Соревнование с ним породило великое множество праведных. Все христолюбцы произросли от этого боголюбивого корня. И что я исчисляю каждый вид добродетелей в отдельности. Одним словом, все те, чей свет светится людям, вожжены от верного светильника правца. Столь великое множество добрых чад доставил ему его испытанный в благочестии характер. Не ложно было сказано, ибо отцом многих народов я назвал тебя, о блаженная душа. Сколь великое множество подвигов, сочетавшие воедино. Вот воистину плодоносная страна, вот всеплодное поле дел благочестия, вот луг, обильно украшенный всякими цветами правды, вот венок, содержащий в себе драгоценную жемчужину веры. Повелел бог, выйди из земли твоей, и ты не усомнился, но выступил в путь, не остановившись, пока повеление не было выполнено. К словам, выйди из земли твоей, прибавил господь и от рода твоего, и ты не поколебался любовью племени принести в жертву тому, кто дал жизнь и самому племени. Было сказано, выйди из земли твоей и от рода твоего, и что еще тяжелее, от дому отца твоего. Но ничто из того, что повелел бог, не показалось для тебя тяжелым. Ни почтение к отцу, ни любовь к матери, ни родственные привязанности не ослабили усердие твоей души. Ты не задумался над тем, как будет плакать над тобой престарелая мать, как будет печалиться тебе твой старик, отец. Ты не дерзнул быть человеколюбивее, давшего твои веления. Ты воздавал уважение отцу, но не в той степени, какая подобает только отцу всех. Ты любил мать, но еще более благочестие. Ты расстался с отеческим домом, пренебрег прародительским наследием. Одно только богатство считал ты приличным душе, богатство веры. Это бессмертное стяжание, нетленное сокровище. О, какая звезда, превосходящая своим блеском Денису, воссияла в Палестине с востока, озарив тьму многобожие светлыми лучами истинного богопочитания. Как добрую сладость Бог бросил тебя в это горькое море хананеев. Как соль человека любия ты должен был осолять их порочную жизнь. В пучине человека ненавистничества иноплеменных ты явился тихим пристанищем странноприимства. Как, о блаженный, изображу я твой человеколюбивый шатер! Как останусь равнодушным к дубу, именуемому мамрийским, который ты сделал своим участником в делах странноприимства. Твой шатер был общим пристанищем для всех путников. Для всех странников здесь воздвигалась общая щедрая трапеза. Для всей вселенной безмездная странноприимница. И эта странноприимница находилась не в захолустье каком-нибудь, где не так настоятельна необходимость отдыха, но с одной стороны в пустыне, а с другой среди дороги, где перекрещивались почти все сообщения Палестины. Целые дни проводил ты под дубом, являясь путником, благим вестником отдохновения. И явился тебе о чудный Христос в сопровождении двух ангелов. И твое человеколюбие взвело тебя под один кров и с Богом, и с ангелами. О, блаженный шатер, вмещавший в себе Бога и ангелов, явился тебе Христос в образе человека, предображая тайну своего божественного и спасительного воплощения. Однако и в рабьем зраке не утаилась от тебя слава твоего посетителя. Ты обладал иными очами, которыми познается владыка. Потому ты и узнал ты и ходатая Божия, сына, который имел быть познан посреди двух живых существ. Удивляюсь, блаженный твоему усердию и услужливости к посетителям. Конечно, можно было отдать приказания слуге и вообще ограничиться просто распоряжениями. Но ты, старец, сам побежал к тельцам, пылом усердия подбодряя свое дряхлое тело. Горячее участие в твоих распоряжениях приняла и твое тело. Горячее участие в твоих распоряжениях. И так как желание угостить гостей не позволяло ждать, что приняла и супруга, что сама она, когда вскиснет тесто, не стала ждать, на столе воздвиглась целая гора пресных хлебов. Благоговение проникало все действия и вместе с ним страх как будто осознавалось, что не люди угощаются, но совершается жертва самому Богу. И зато как прекрасен о блаженный плод твоего гостеприимства, как прекрасна награда твоего боголюбия. Сверх всякой надежды узы разрешаются неплодные утробы. Омертевшие члены старца исполняются силой к произведению желанного плода. И праотест принимает от единородного Бога благовестие об единородном сыне. Во время сии приду, говорит Господь, и будет у Сары сын. Как по достоинству восхвалю твою веру, о блаженнейший! Ведь ты не усомнился в обетовании, не поколебался в уверенности, не подумал о мертвенности своего тела, будучи уже почти столетним, не остановился и перед бесплодностью утробы Сары, но предался всецело в вере, зная, что Бог силен исполнить то, что Он обещает. А не связан узами природы, не подчинен ее законам, Бог в том, что Он делает, будучи творцом всей природы. Но во всяком своем движении природа сообразуется с свободной волей создавшего. И, конечно, ты, о блаженный, не обманулся в своих надеждах, но назначенный срок стал называться отцом в преклонном возрасте. И прежде всего ты видишь рожденные Сары и удивляешься, как истекают у престарелой источники молока сверх всякого ожидания. А спустя немного ты разговариваешь с ребенком, научая его называть тебя отцом, приучая его к тому названию, которое прежде в обетовании усвоило тебе благодать. Как изображу я последовавшие затем твои подвиги удивительный, как восхвалю высокую и прославленную твою веру. Всякую веру превосходит твоя вера. Твое святое послушание Богу превышает всякий слух. В самом деле, кто когда-нибудь поверит, что отец собственного сына без всякого колебания принес жертву Богу? Может быть, только мы, не бывшие отцами, не испытавшие на деле природной любви к детям? Но пусть само Божественное Писание подтвердит сказанное нами. Ведь оно, подобно вестнику, громко провозглашает о боголюбивом расположении Духа Блаженного. После сего Бог искушал Авраама. Искушал не для того, чтобы на опыте познать то, чего не знал, и не для того, чтобы праведник своими делами подтвердил свою преданность Богу. Нет, конечно, ничего неизвестного Богу, его собственное созерцание служит для него единственным и совершенно достаточным источником познания о всех вещах. У него была та цель, чтобы люди на опыте узнали того, которого он уже прежде знал, и могли иметь в его лице прекрасный образец для подражания. Посмотрим же, в чем состояло искушение. Авраам, Авраам, говорит Бог, он же сказал, вот я, и сказал ему Бог, возьми сына твоего возлюбленного, которого Исаака, и пойди на землю высокую и вознеси его мне во все сожжение. Какое испытание для веры право заключали в себе эти слова Божии. Достаточно ведь было сказать, возьми Исаака и принеси его во все сожжение, не называя его сыном и напоминанием о любви, не уязвляя родительского сердца. Но так как при добром течении дел внезапный удар зла причиняет более тяжкую скорбь, то Господь и говорит, возьми сына твоего и прибавляет возлюбленного и опять которого возлюбил, чтобы этими ласковыми названиями возбудить в детолюбивом старце надежду на доброе обетование и тотчас потребовав умерщвления возлюбленного, этим неожиданным требованием тем сильнее поразить родительское сердце, не из ненависти к праведнику, но из желания в полном блеске обнаружить перед миром его веру. Конечно, прежде чем услышать слова вознеси его всесожжение, судя по первым ласковым словам, праведник мог от дальнейшей речи ожидать много хорошего. Без сомнений, услышав зов Божий слова Авраам, Авраам, праведник обрадовался этому зову и тотчас отозвался на голос, а в уме его, естественно, пронеслись такие мысли. Неужели опять Бог удостаивает меня дивные беседы с неужели опять хочет осветить меня своими божественными речами или опять хочет переселить меня в лучшую страну или хочет погубить нечестивых хананеев как прежде садамлян и не желает оставить раба своего в неведении об этом своем решении или хочет обрадовать меня доброй вестью о рождении другого сына после Исаака желая чтобы два сына покоили мою старость когда же Бог будет беседовать с ним о жертвах требуя у него благодарности за дарование сына а услышав сына твоего Авраам вспомнил об Измаиле думает что теперь уже прекратилась ревность сары и что поэтому человеколюбивый Бог хочет возвратить его под отеческий кров когда же со всей ясностью услышал возлюбленного твоего которого возлюбил Исаака тотчас загорелось у него сердце и обрадовалась душа его так как он подумал что Бог даст ему повеление о свадьбе заботясь о том чтобы юноше была дана жена и чтобы рождением детей обеспеченное было продолжение рода но вот Бог зовет его сыном на высокую землю для чего очевидно для того чтобы с высокого и открытого места показать Исааку как наследнику всю землю обитованную или чтобы помазать его патриархи при моей жизни или чтобы побеседовать с ним лицом к лицу и в живой беседе преподать ему законы боголюбивой жизни соблюдением которых он будет угождать создателю 884 итак вот что и подобное этому ожидал услышать от Бога блаженный а что же Бог вознеси говорит его в тисажение приказание ужасное и для всякого человека не только что для отца и притом чада любивого но о необычайная вера о боголюбивая душа еще не замокли звуки божественного повеления Авраам уже приступает к его исполнению с концом повеления сочетая начало своего путешествия кто кто других отцов перенес бы такие слова и не повергся бы тот час на землю без чувств и движения а может быть и жизни не лишился бы пораженной своих родительских чувств послушать другого человека настолько оно было нестерпимо но этого мужа оно не поколебало в его преданности богу потому что всякое повеление боже он считал полезным и добрым и так в полной готовности он принимает повеление и с неизъяснимым удовольствием приступает к совершению жертвы вероятно с подобными мыслями с этого времени я становлюсь бездетным но через послушание делаюсь сыном бога я лишаюсь наследника но наследую будущее не буду видеть сына но увижу бога сын не упокоит моей старости но позаботится о ней бог неразумно его засуждать меня но всемудрый одобрит я опечалю стару но сделаю угодное создателю я имею великое утешение смерть сына огорчает меня но она же делает меня священником вышнего оставляет меня бездетным но в то же время отцом первомученика да и разве Саак погибает тело его уничтожается огнем он лишается плотских удовольствий покидает жизнь но переселяется к господу такими размышлениями заглушив голос правды Авраам устремляется к жертвоприношению седлает осла оттачивает нож приготовляет дрова и огонь и ведет сына как агнца никому не сказал он ничего о божественном повелении не поделился ни с друзьями ни даже с женой своей ни из пренебрежения к ней но потому что боялся змея чтобы тот под предлогом любви к сыну не смутил его усердие к исполнению воли божьей как велика его вера как несравненно его мудрость предвидел патриарш сколько зла случится если станет известным божественное повеление сколько будет плача рыданий сколько слез потому то он и молчал молчанием заглушая великий пламень снидавший его душу в самом деле подумай что сделала бы Сара услышав о том что готовится ее сыну не заключила ли бы она тотчас же Исааков в свои объятия желая если бы только это было возможно опять скрыть его в своей утробе причитая погибнешь дорогое дитя нам грозит жертвоприношение скорее я думаю она рассталась бы со своей душой чем отдала бы сына тогда пришлось бы выбирать одно из двух или отказаться от жертвоприношения или вместе с сыном принести мать жертву и самому Аврааму разве не наговорила бы она таких слов одумайся отец одумайся истолкователь воли человеколюбивого бога божественный голос не может возвестить ничего клонящегося ко вреду человека этот злой демон позавидовал твоему счастью сыне и хочет лишить тебя этой милости божией под видом благочестия вовлекая тебя в грех где-то убийство ты забыл о дивном мелхиседеке священнике бога вышнего поучись у него приносить жертвы узнай какими жертвами благоугождается бог хотя давно уже еще когда ты возвращался из погони за пятью царями он дал тебе урок священства что принес он тогда хлебы и вино святое приношение чистую и бескровную жертву ни тельца даже ни овцу а тем более не ребенка и он совсем не думал что можно доставить удовольствие богу кровью разве ест бог мясо козлов и пьет принеси богу жертву хвалы и воздай вышнему молитвы твои если же действительно бог тот по тебе удивился то в них не о муж в намерении явившегося бог испытывает твою привязанность к сыну он хочет узнать насколько действительно ты расположен к нему любишь ли ты сына питаешь ли к нему отеческие чувства силен ли в тебе голос природы не предпочешь ли ты сам умереть вместо сына он хочет вместе с тем явить в твоем лице для хананеев прекрасный пример любви к детям то есть желает конечно чтобы ты не повиновался но отказался от заклания сына чтобы ты рвал свои седины проливал горькие слезы и тем обнаруживал всю силу своей любви к сыну я боюсь что за одно только намерение совершить это убийство ты подвергнешься наказанию от бога муж послушай меня не будь правдив очень экклесиас 717 бог одобрит это твое непослушание а если бог действительно хочет чтобы принесен был жертву Исаак восплачь горько умоляй преподай подкрепи свои мольбы потоками слез ведь тот кто требует жертвы блага и гораздо более человеколюбив чем отец он отменит решение отменит приговор даже потопа он не послал бы если бы ты беззаконные те беззаконные омыли слезами свои грехи уцелел бы и Содом если бы сердечным сокрушением садомляне умилостивили судью итак если он милует грешников то тем более помилует тебя праведника ты спас некогда лота от неспосланного с неба огня помолившись судьи спаси теперь своего сына от умилостивительного огня умолив бога за садомлян людей нечестивых которым по всей справедливости давно уже и следовало погибнуть ты просил а за своего невинного сына не хочешь просить окажи опять дерзновение скажи господи судящий все земли не сотворишь ли суда ты не погубишь праведника вместе с нечестивым вспомни свою прежнюю любовь к детям которую ты питал не имеющий сына ведь еще раньше чем родился Исаак бог дал тебе эти блестящие обетования обладание землей сладости великое богатство в деньгах и имуществе потомство столь многочисленное что оно было сравнено с предметами которые по своей природе не исчислены каковы песок морской звезды небесные однако когда столь великие блага были обещаны тебе ты считал слова обетования за насмешку и смело взывал оплакивая свое бесчадие такими словами господи что дашь мне вот я отхожу бездетным сказав эти слова ты получил сына будь отцом скажи их и теперь чтобы спасти своего сына скажи опять владыка что дашь мне отнимая наследника моего увы должно быть ты чудо любви был только тогда когда не был отцом если бы Сара прибегла к таким речам что пришлось бы тогда делать Аврааму очевидно оставивший исполнение божественного повеления он должен бы был вступить в разговоры о богачести и убеждать Сару в том что Бог если возьмет его этого сына то даст ей другого лучшего но как удалось бы ему убедить в этом женщину да еще обезумевшую от страсти допустим однако он достиг бы своей цели ведь она была женщина богобоязненная и не даром была сожительницей праведнейшего мужа уступив убеждениям и согласившись отпустить сына своего на заклание она может быть старалась бездержать себя по сознанию что так угодно Богу но по слабости природы она не в силах была бы конечно удержаться даже против воли от слез сколько слуг было бы тогда огорчено по любви к юноше сколько нашлось бы служанок соболезнущих госпоже сколько хананеев знакомых и соседей было бы повержено в удивление всеми этими событиями отсюда возник бы великие шумы стоны и плач и слезы как при проводах мертвеца с громким воплем с плачем сказала бы тогда мать обними меня дитя в последний раз я надеялась что ты меня проводишь в гроб и твои слезы орошат мою могилу но уж если воля создателя разбила мои надежды и я оплакиваю того кто должен бы меня оплакивать попрошу тебя об одном только восходя на жертвенный огонь помолись богу за меня чтобы мне расстаться с жизнью прежде чем возвратиться совершитель жертвы я не состояние буду увидеть руку отца обогренную кровью такие слова могла бы сказать мать кто мог бы снести те укоры которые посыпались бы тогда из уст хрананеев сбежавшихся на это зрелище один сказал бы ол в какой прекрасный брачный черток ведет своего сына отец другой бы сказал из какого же однако стада у него жертвенное животное Иной. Хорошо же умножает Бог его потомцам, как звезды небесные. Еще иной. Сколько стариков оплакивает несчастного ребенка, а этот бесчувственный старик над собственным сыном не прольет слезы. Это хананеи. А если слуг кто-нибудь, расплакавшись, сказал бы, о, несчастный ребенок, и родился ты поздно, и погибаешь безвременно, и рождение твое было необычайно, и конец ужасен. Ты единственный из людей, был порожден бесплодной утробой, единственный из всех. Слышишь плач над своей могилой. О, какая удивительная жизнь пресекается. Так они рассуждали бы каждый поодиночке. Все же вместе, возвратившись домой, в один голос сказали бы, иди же наконец, старец, но подумай только об одном. Этого-то сына ты принесешь жертву, а другого цару уже не дождешься. Все это предусмотрел Авраам, все это предвидел блаженный, и потому глубоко скрыл в себе повеление, поступив так, как если бы слышал неизреченные глаголы, которых невозможно слышать человеку. О, тайная сокровищница заповедей Господних! О, тайник неизреченных! Тайник священных слов Божиих! Эти тайны прославили тебя по всей вселенной. Итак, в молчании отправляется отец в путь вместе с Исааком, взяв с собой только двух слуг, да и те оставались в неведении относительно способа совершения жертвы. Три дня продолжалось путешествие, и эта продолжительность пути может служить для тебя показателем твердости души правца. В самом деле, если бы место жертвоприношения находилось поблизости, тогда горячая сфера легко имела бы перевес над чувством любви. Но тут, совершая дальний путь, и все время имея перед глазами сына, предающегося обычным детским играм и простирающего объятия, постоянно обращаясь мыслью к тому, что предстоит сделать, Авраам, как золото в огне, подвергался величайшим испытаниям, и тем с большим блеском показал свое усердие и послушание. О, сколько раз за этот трехдневный промежуток представлял себе в уме отец в заклане своего сына! Сколько останков его на память о нем положил в свою дорожную сумму! Каждый раз, как вспоминал он о жертвоприношении, его сердце поражалось жестокими ударами. То он забывал об этом деле, как бы совершившемся, то опять огорчался. Всякий раз, как его надежды на забвение рассеивались. Наконец, блаженный издали усматривает место жертвоприношения, указанное ему невыразимым голосом. Тогда отец, оставив своих слуг с ослом, берет с собой только сына. Дальнейший путь они совершают один на один, уже не как отец с сыном, но как священник с жертвою. Патриарх возлагает на Исаака дрова для жертвоприношения, а сам несет нож и огонь. Он обременяет его ношей, чтобы, вспотев от утомления, очистившись этим естественным обовлением, отрок сделался более приятным для Бога приношением. Говоря об этом, я при виде образа вспоминаю и самую истину. Видя, как Исаак несет дрова для своего собственного жертвоприношения, я прославляю Христа для спасения людей, подъемшего свой крест. Я вижу здесь предваряющий тень всего совершенного Христом дела нашего спасения. Христос, как овца, веден был на заколение. Его образ Исаак, ведомый на жертву. Перед лицом смерти Исаак не выступает из послушания родителю. И в этом он был образом Христа, который был послушан даже до смерти и смерти крестной. В одно и в то же время Исаак был и отроком, и жертвенным животным. Равным образом и Христос, Сын Божий Агнец, берущий грех мира. Исаака не пощадил Отец, но и Бог не пощадил Христа, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Через три дня после жертвы мать увидела Исаака живым. Через три дня и церковь видит спасителя нетленным. Но это мы говорим к слову. Между тем Авраам достиг места священнодействия. И в его душе была в полном ходу борьба, в которую вступили природа и воля, которая увенчалась решением, принятой вопреки природе, и преданность Богу торжествовала над любовью к Сыну. Пришел Отец с Сыном, один священник с одним жертвенным животным. А между тем все оказалось на лицо. И сын с отцом, и совершитель для приношения, и жертва для священнодействия. По 789. Удивляясь я и разуму юноши, как почтительно обращается он к отцу и говорит, «Отче, вот огонь и дрова, а где же жертва?» Он не смеется над забывчивостью отца, ведь он видел Хананеев, сделавшихся рабами из-за насмешки хама. Но спрашивает, где? Под видом вопроса, напоминая забытое. «Отец», — говорит он, — «вот огонь и дрова, а где же жертва?» Какими словами можно изобразить величие духа этого мужа? Слова отрока не повергли его в слезы. Он не разразился плачем по поводу юности его возраста, не подозревающей предстоящего ему заклания, но остался совершенно твердым и непоколебимым, подавляя в себе отеческие чувства. И так твердостью отвечает ему, «Бог усмотрит в себе жертву чада». Он не открывает юноше воли Божией о нем, чтобы по своей юности он не расплакался о самом себе, и через то жертва не осквернилась бы слезами. «Как, братья, я расскажу вам без слез то, что затем последовало?» Рассказывая об этом событии, я чувствую себя так, как будто нахожусь на месте отца. Я думаю, только самому Аврааму и было бы под силу без слез рассказать об этом событии, сохранив при рассказе ту же твердость духа, какую он проявил на деле. Ведь то именно в этом уже и удивительно, и достойно почтения, что он совершил с твердостью то, чего мы даже и на словах передать не в состоянии, без замешательства. Но хотя, конечно, и отдаленного сравнения с ним мы не выдержим, должно попытаться, покоривши свои чувства закону боголюбия, войти в общение с православным в его жертве, хотя бы только в словах. «Итак, разжегший на жертвеннике пылающий огонь, отец, согласно с обычаями священства, приготовляет к жертве сына, возлюбленного, единородного, и, поставив его, как бы для поклонения, на колено, обхватывает его сзади со спины и кладет на вздничь. Затем, сам став сзади его, на колено и привлекая его к себе за волосы, он поднимает правую руку и решается направить оружие сверху вниз. О, сила боголюбия! О, непобедимое мужество души! Связал сына на заклане, и не расторглись узы природы. Меч в руках! И не онемело десниться. У кого хватило бы силы быть свидетелем совершившегося? Кто не отшатнулся бы, кто не убежал бы, оказавшийся страдательнее отца? Потому-то мудрый патриарх и не взял с собой рабов, но приказал им ожидать вдали, чтобы они не воспрепятствовали исполнению боголюбивого намерения, на будущих силах допустить заклание своего господина. Что могли подумать о своем господине рабы, если бы они присутствовали, увидели, что ни с того ни с сего устремляются на заклание своего возлюбленного сына? Что стали бы говорить они между собой? О, какое ужасное неслыханное несчастье! Должно быть, господин наш сошел с ума и не узнает своего возлюбленного сына, но воображает, что приносит жертву тельца или овцу. Пойдем же скорее к нему. Тут некогда медлить. Удержим меч, остановим руку, чтобы удар не предупредил увещание. Конечно, подходить небезопасно, не щадя дорогого сына, посидит он рабов. Однако нужно решиться. Если умрем, то умрем с честью, потому что погибнем за молодого господина. Крикнем что-нибудь дерзкое, обратим на себя его бешенство. Может быть, он и образумится. Достоин господин чести, но когда он в здравом уме, достойен уважения, но не тогда, когда дело идет к смерти. Оскорбленный, в припадке безумия, он будет нам благодарен, когда образумится и вознаградит, как благодетели, как спасителей юношей. С такими словами они быстро подбежали бы и прежде всего вырвали бы у него из рук меч, Исаака избавили бы от смерти. А затем стали бы уговаривать такими словами, с какими обращаются к неразумным младенцам. Подвергаясь опасности обратить ярость господина на себя самих, они сказали бы что-нибудь в таком роде. Основись, господин, одумайся. У тебя в руках сын, возлюбленный, рожденный, отнеплодный, поздний дар Божий, плод страннолюбия, телец из-за тельца. Он дал тебе возможность отпраздновать единственный день рождения. За него именно принес ты вышнему жертву спасения. Его воспиталась надежда и иметь в нем опору старости. Он был утехой твоей жизни. Его ты страшно желал не смерти предать, но оставить себе после себя наследником и нашим господином. Его-то самого ты держишь теперь в своих руках. Вот лицо отрока, господин. Разве не знаешь ты в нем своего образа? Ведь ты сам был некогда таков, когда был юношей. Исаак, скажи и ты что-нибудь своему отцу. Может быть, хотя по голосу признает он свое чадо? Это тот, о господин, не жертва, нет, но тот, за которого множество жертв, множество молитв возносится к Богу, чтобы достиг он возмужалости и нашел в себе такую спутницу жизни, какова его мать. По добродетели, конечно, а не по неплодству. Ты сам ведь желал некоторое поскорее видеть его детей, чтобы и на них радоваться так, как радовался на Исаака у материнской груди. Но каким ужасным несчастьем ты подвергаешь его сегодня? Вместо венковы узы, вместо жены меч. Да у тебя приготовленный огонь, который никогда не употребляется при браке, а служит для погребения. Присутствует здесь юноша, но не в брачном уборе, а связанный для возложения на жертвенник, не в брачных одеждах, но в одеянии обреченного на смерть. Нет, здесь распорядителя брака нет, соединяющего тех, которые разделены происхождением, но есть отец, ножом растекающий узы природы. Даже у Хананеев не решается отцу поступать так со своими детьми. Такие ли до сих пор приносишь ты жертву Богу Всевышнему? Такое ли благодарение воздавал за спасение сына? Не овном ли и козлов ты предавал рассечению, неразумных животных для выставления владыки разумных и неразумных? А теперь кто приводится на заклание? О, нестерпимое зло! Жертва одного рода совершителем жертвы, приношение и приноситель связан между собой узами родства. Жрец родил жертву, а не выбрал ее из своих стад. Не угодны Богу такие жертвы, будучи человеком любивым, он не желает, конечно, от человеческих жертв. Как теперь нам называть тебя, о господин, священником ли, потому что ты приносишь жертву, или это убийцы, потому что убиваешь сына? Поистине, чудовищное это жертвоприношение, и нет слов для его описания. Все приносят жертвы для того, чтобы спросить спасение, а ты для жертвы губишь своего сына. И как назвать то, что ты совершаешь? Убийством или жертвы? Проклятием? Или умилостивлением? Сожжением или всесожжением? Это так противоестественно, так беззаконно, что даже и название нельзя подобрать совершаемому тобою приношению. О, что мы надеялись видеть, и что видим теперь? Мы думали, что он будет помогать тебе и участвовать в священодействии, а оказывается, о, нестерпимая беда. Не стоит он с тобой, удерживая животное, но сам лежит связанный, готовый взойти на жертвенник. Не издает звуков, как овца, но лежит безгласный, не отверзая ус, мирнее овцы, и только смотрит на ту руку, которую часто, с сыновней любовью, осыпал поцелуями. Да может быть и теперь, видя ее заносящий нож, желает ее поцеловать. Много у тебя овец, господин? Целая сада быков. Из них выбили жертву, как того требует обычаи. А не возноси того, чего нельзя не приносить в жертву, не есть. Придай все сожжения, все свои стада, если хочешь сразу. Мы не будем прикословить. Такая жертва не будет незаконной. А то, что теперь ты совершаешь, скорее война, а не жертва, преступление, а не приношение. Здесь молитва сопровождается тем самым, об отвращении, чего на войне обыкновенно молятся. И во время жертвоприношения совершается то, об избавлении от чего обычно приносятся жертвы. А твой нынешний поступок пагубнее и самой войны. Быть может, и враг смягчился бы и оказал пощаду при виде красоты юноши, при виде его возраста. Как будешь и теперь жить в стране хананеев, превзойдя своей жестокостью диких зверей? Все дети хананеев восстановлены против тебя, говоря, умертвен где-то убийцу, чтобы наши отцы не вздумали последовать его дурному примеру. Искорени же и тот дуб, по тенью которого ты принимал странников. Придай его сожжению, подобно сыну. Теперь, конечно, никто уже из путников не решится приблизиться к тебе. Для всех будет подозрителен тот, кто был так жесток со своим сыном. Как-то встретит теперь тебя несчастная Сара, наша госпожа, а твоя супруга и его мать, ожидающая возвращения сына, осветившегося участием в жертвоприношении. Как ты думаешь, что испытывает она, увидев тебя одного без сына? Не упадет ли на землю в глубоком горе? Не подвергнется ли опасности самая жизнь ее? Не потеряешь ли ты вместе с сыном и супругу? Итак, откуда бы тогда будешь ты ждать себе другого Исаака, когда самая почва окаменеет под дыханием смерти? Уж лучше бы совсем не разрешалось ни плодство Сары, чтобы тебе не называться ни отцом, ни детоубийцей. Сколько времени пройдет прежде, чем покроется забвением твое сегодняшнее дело? Столько веков миновало, а позор братоубийства не рассеялся и Кай, надругавшись над природой, до сих пор внушает отвращение. И хотя все происшедшее от него поколение истреблено потопом, однако память братоубийства не смыла даже это множество вод. А ведь это убийца гораздо преступнее братоубийцы и настолько, насколько отец ближе брата. Итак, зачем господин на свою богоугодную и дивную жизнь навлекать бессмертный позор, которого не могут изгладить ни века, ни воды. Послушайся же нас, освободи сына от уз. Брось нож. Потушим огонь, раскидаем самый жертвенник. Пусть не останется на земле ни малейшего следа задуманного тобой и дела. Если же тебя не трогают все наши увещания, и ты остаешься при своем намерении послужить злому божеству, то об одном просим тебя. Убей прежде нас, и мы с удовольствием примем смерть. Да лучше нам погибнуть здесь, чем называть рабами где-то убийцы. При подобных речах и действиях рабов, как мог бы право исполнить исполнить волю Божию. Как мог пред всем миром просиять его великий подвиг боголюбия. Как воздвигся бы столь великий памятник веры. Как иначе научился бы мир на деле тому, что страх Божий нужен предпочитать любви к детям. Поэтому один приступает пратец жертвоприношения, один принося единородного как образ единородного единого Богу. Из моих слов возлюбленные вы могли уразуметь любовь праведника к Богу, уразумеете жизнь дальнейшего и неизвеченное человеколюбие Божие, уразумеете как те, которые для Бога презирают земное и в добродетелях преуспевают, временных благ не лишаются. Итак, Исаак лежал связанный, подставляя обнаженную шею ударом отцовской руки. И рука жреца уже была занесена для удара, как вдруг раздается с неба голос милости. Как будто рука удерживает руку, и внезапное повеление останавливает готовность жреца. Да, не возложишь, говорит, руки твои на отрача. Я принимаю усердие, не нужно самого дела. Я не хотел убиения твоего сына, я хотел только перед всем миром засвидетельствовать твою веру. И так как не пощадил ты сына твоего возлюбленного ради меня, но сколько от тебя зависело ты погубил Исаака, оставив Сару бездетной и утратив надежду именовать отцом, то вот отныне за любовь твою ко мне я дарую тебе сына здоровым, невредимым и долголетним. Видя твое душевное расположение, я считаю дело это совершившимся, а сверх того я вознагражу тебя, мой раб, всеми возможными благами и возвышу тебя почетным именем, так как всякий праведник будет называть тебя своим отцом. твой поступок породит тебе многих праведных сынов. Ты будешь именовать отцом всех верующих в меня в виде особенной награды. Я произведу тебе детей из камней. Ты не пожелал одного сына и теперь будешь иметь их бесчисленное множество, потому что я сделал тебе отцом многих народов. Вот что сделал Бог. Мы же все возлюбленные, последуя в любви к Богу. К примеру правоца нашего Авраама последуем. Вера в Бога не будем предпочитать никаких временных благ, ни Отечества, ни племени, ни богатства, ни славы, ни любимого ребенка. Хотя бы он был даже единственным, чтобы сделавшись поверить чадами правоца Авраама, нам успокоиться в недрах его вместе с Исааком по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отсутся Святым Духом слава и держава ныне и пресно и вовеки веков. Аминь.